И сегодня я сделаю три стейка. Здесь нужна перебивочка. А где самые лучшие стейки? У нас в клубе. Как правильно? Ни с кровью, ни свежая. Желаю каждому мясоеду как можно чаще есть филе миньон. Друзья, я вас рад приветствовать у себя на кухне, на кухне с Алексеем Борисовым. И сегодня мы приготовим филе миньон. Эти классные стейки, которые, мне кажется, любит каждый. Кто есть стейки, тот любит точно филе миньон. Несколько роликов назад я делал из этой же самой вырезки тартар и карпаччо. И сегодня я сделаю три стейка. Как раз осталось место. Что я делаю? Я визуально делю его на три части. И у меня получаются вот такие вот шайбочки. Дальше, чтобы они у меня не расползлись, я беру шпагат и буду их обвязывать. Вот таким образом, как бы формируя его, чтобы он не потерял форму в процессе приготовления. Дальше у нас идет подготовка. Это перец. Добренько так перчим. Солим. И вот так вот такими движениями мы как бы придавливаем наши специи в мясо. Все равно часть отлетит. Нам нужно сохранить как можно больше. Тем временем я зажигаю на максимум нашу сковороду. Прижимаю специи, мою руки и начинаем жарить. Немного масла. Масло раскалилось. И мясо мы будем класть, запомните, только в раскаленное масло. Иначе мясо будет тушиться. Оно нужно, чтобы оно жарилось, чтобы не придалась корочка. По одному куску кладем на сковородку. Я беру вилки, потому что я буду переворачивать именно ими. Прожарку я буду делать медиум. Чуть-чуть сыроватую внутри. Ну а в целом она будет готова. Отдыхать с мясом у меня будет фолье. Переворачиваем. Дальше опускаю сюда сливочное масло. Тимьян, розмарин. И три зубчика чеснока. И начинаю поливать, так как мясо, чесночно-розмариновым маслом тебя с себя само не польет. Хочу посмотреть, что у нас на обратной стороне получается. Видите, пока что еще рановато. Я думаю, что пару минут. И кондиция придет. Стейки, на мой взгляд, любят многие. Но также многие боятся их готовить. Типа может что-то не получиться. На самом деле здесь все очень просто. Мы придаем корочку с двух сторон. А потом я уберу его минут на пять в духовку при 108 градусах, чтобы оно немного дошло. Ну и, соответственно, дать отдохнуть. Бояться ничего не стоит. Там пару, тройку раз приготовили, и все, рука набита. И угощайте себя и ваших гостей сколько угодно. Все, я убираю в духовку на пять минут при 180 градусах. Достаем мясо. Берем фольгу в два слоя и выкладываем. На три-четыре минутки отдохнуть. Единственный минус какой от того, что мясо отдыхает в фолье, что оно может потерять корочку. Ту, которую мы нажаривали. Но нам важно, чтобы тепло и вовнутрь прошло. Чтобы температура снаружи обменялась с температурой внутри. Встречаемся через пять минут. Пять минут у нас ушли. Смотрите, филе миньон наше. Дали сок. Чуть в сторону. Веревочку сюда. Мясо именно той прожарки, которую я и хотел. Без крови, но не подошва. Обратите внимание, что мясо внутри истекает соком, но не кровью. Еще бы несколько лет назад я бы налил сюда какой-то соус. Но сегодня я готов ценить это мясо безо всего. Соль, перец и само, собственно, мясо. Мягчайшая вырезка. Она еще просто расставит мне во рту. Желаю каждому мясоеду как можно чаще есть филе миньон. Ну, а я с вами прощаюсь. Я вас благодарю за просмотры. Поставьте лайк этому видео. Поделитесь им со своими друзьями. Друзьями и здоровья! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...